Привет, ребята! Здесь уже пятое видео моей видео-хроники о том, как я отказался от употребления наркотиков. Признаться честно, долгое время я сомневался, следует ли мне вообще продолжать мою хронику, следует ли мне вести её. Ведь мужчина должен доказывать что-то делом, а не словом. И если ты смог преодолеть свою зависимость, если ты смог побороть её, победить её в себе, то вряд ли стоит об этом снимать видео. Следует просто идти дальше и достигать какие-то новые высоты. К тому же я думал, что это увидят мои родители, а они, скорее всего, это увидят. И, безусловно, их разочарует. Это, скажем так, часть моей биографии. Но кое-что меня всё же подтолкнуло к тому, чтобы я продолжил запись этих видео. Случилось пару моментов, о которых я расскажу несколько позже. А пока что мне хочется отметить, что на данном этапе я не употребляю марихуану уже около трёх недель. И что я могу отметить в этом случае? Я стал каким-то невероятно продуктивным. Мне стало очень нравиться, как выглядят мои глаза. Они стали очень светлыми, очень ясными. Я реально не узнаю себя в зеркале. Я стал выглядеть моложе. И, наверное, целый комплекс вещей связан с этим. Но я конкретно заострю своё внимание именно на марихуане. Когда ты часто куришь, то твои глаза мутные, красные. Даже если ты пользуешься каплями, всё равно... Мне кажется, это вопрос проводимости. Проводимости энергии. Ведь достаточно посмотреть любому человеку в глаза, и ты сможешь увидеть, что он из себя представляет. Например, люди, которые не уверены в себе, люди, которые зажаты, они практически не смотрят в глаза. Равно как и не смотрят в глаза люди накуренные. Потому что им кажется, они начинают страдать некой такой социофобией. И им кажется, что все их вокруг палят. И что сейчас все вокруг непременно скажут, что они накуренные. И скажут, да что с тобой не так, ты что накуренный в таком духе. Так вот, мне безумно нравится, как выглядят мои глаза. Я реально не узнаю себя в зеркале. Я стал просыпаться очень рано. Ложиться стал тоже довольно рано. И продуктивность моя действительно возросла. Я стал успевать делать многие вещи. И даже стал делать то, чего раньше боялся делать, или в чём не был уверен. Стал пробовать себя в каких-то новых сферах. А здесь, будучи эмигрантом, невозможно не пробовать чего-то нового. Потому что хватаешься практически за всё. Вот. И раньше со стрессом помогала справляться именно трава. Сейчас образуется некий такой бронежилет. Такой панцирь. Свой собственный натуральный панцирь, который помогает сопротивляться стрессу. Который является собой некую вот такую стрессоустойчивость. Это, конечно, безусловно, очень замечательно. Вот. И в какой-то момент, почему, собственно, я перестал... Точнее, почему, собственно, я сомневался в том, следует ли мне записывать дальше видео. Я перестал думать о траве. И подумал, что, наверное, это не тот топик, о котором мне хочется снимать большие видео. Долго об этом рассказывать. Мусолить эту тему. Моя жизнь же ведь уже движется дальше. Но со мной всё же случилось несколько событий. Забегая вперёд, я скажу, что я держу своё слово по-прежнему, что я не курю. Вот. Но несколько событий всё же меня довольно сильным образом смутили. Первое событие — это одна моя знакомая пришла к нам в гости. И принесла мне в подарок пакет с травой. Пакет с отборными шишками. Естественно, сразу же я отказался. Она его убрала обратно. И больше мы к этому вопросу не возвращались. Но внутренние голоса, а, наверное, даже один какой-то голос, начал опять свою песню по кругу. Опять начал представлять, как вот мы сейчас бы раскурились. И как было бы здорово. И уже другие голоса, которые доминируют в моей голове нынче, голоса какого-то целомудрия, какого-то рационализма, любви к себе, в конце концов, уважения к себе, начали, конечно, наперебой этот голос блокировать, что ли, пытаться переубедить его. И такая вот какая-то внутренняя борьба у меня разыгралась в голове. Виду я, конечно, не показывал. Но это сказалось на моем настроении. Оно немножко ухудшилось. Ненадолго. Буквально на следующее утро я уже вроде как проснулся и был счастлив, что я ничего не покурил и что я отказался от этого презента. Вот. Но меня немножко эта ситуация смутила и даже в какой-то степени напугала. Когда я нахожусь в здравом сознании, меня не посещают мысли о том, что мне хочется пойти и купить что-то покурить. Хотя здесь, вот, например, в Лос-Анджелесе, когда особенно ты пользуешься велосипедом как транспортом, а не машиной, где ты можешь закрыть окна постоянно, пахнет травой. Отовсюду. Особенно на нашем маршруте, который лежит через Downtown LA, через South Central и Inglewood. Это такие черные районы, где живут мексиканцы и афроамериканцы, где постоянно пахнет травой. Буквально отовсюду на каждом шагу. И тебе как-то приходится с этим запахом работать, потому что этот запах, он вызывает определенные ассоциации и воспоминания. Я до сих пор могу признать самому себе, что этот запах мне нравится, что запах действительно приятный. И первая ситуация, которая имела место, это вот пакет травы, который принесла знакомая к нам домой. В общем, эта ситуация замялась, я как-то ее смог преодолеть, и вроде дальше уже продолжил свою здравую, трезвую жизнь, наслаждался ей, пока мы не оказались на классической американской пулл-пати, где играли диджеи, где была молодежь, и все так или иначе чем-то догонялись. Это были либо дринки, либо косяки, либо дринки и косяки. И я заметил для себя удивительную вещь, что когда ты пьешь или куришь, ты реально постоянно занят на тусовке. Ты сходил, покурил сигарету на улицу, потом вернулся, например, там раскурился где-то в туалете косяком, потом пошел в бар, купил, отстоял очередь, купил напиток. Пока ты где-то там еще слонялся, у тебя напиток закончился, ты там с кем-то поделился им, возможно, напиток закончился, надо снова идти в бар, стоять в очередь и так далее. То есть это постоянно какой-то процесс, где ты должен постоянно себя каким-то допингом снабжать и поддерживать якобы свое веселое состояние. В то время же, когда ты трезвый, ты просто сидишь. Ты, по большому счету, ничего не делаешь, тебе не нужно никуда ходить, не нужно ничего себе покупать. И, признаться честно, во мне включился какой-то, знаете, ребенок, который стал завидовать всему происходящему и вот думать, почему же так, вот почему все сейчас получают фан, все догоняются, а я сижу здесь трезвый, не могу себе ничего позволить, хотя у меня есть деньги, и хотя сегодня выходной, и мне не нужно никуда, и не нужно ничего делать. Вот такие мысли, честно говоря, закрались в мою голову, и опять это сказалось каким-то образом на моем настроении, я опять немножко стал хмурым и опять пытался подавить в себе этот голос, который меня, как и прежде, пытался уговорить покурить. И это очень странно, потому что я понял для себя, что вопрос-то не решен полностью для меня, что остались еще какие-то аспекты этого вопроса, которые, возможно, мне еще придется проработать. Я стал думать, что а как же вот в будущем, ведь довольно часто, особенно здесь, в Калифорнии, я буду оказываться в тусовках, где люди будут употреблять марихуаны, где я буду чувствовать этот запах, где они будут стоять, возможно, рядом со мной и делать это. Что мне делать с этим? Ведь, я не знаю, с алкоголем все было намного проще, я не завидую пьющим людям, мне не очень хочется вливать в себя эту жидкость, не очень хочется превращаться вот в этого мутно соображающего человека, который просыпается с похмельем, от которого дурно пахнет. Мне нравится быть тем, кем я сейчас являюсь, выглядеть моложе своего возраста и успевать делать кучу-кучу вещей, просыпаясь рано утром. А вот с марихуаной немножко другая история. Как я уже сказал, этот запах по-прежнему мне нравится, и как будто мое даже уже не сознание, а подсознание спрашивает меня, а может быть есть какой-то маленький ключ, какая-то маленькая лазейка, которой мы могли бы воспользоваться и, например, заново покурить. И здесь я прихожу к третьему моменту, который меня смутил, но в то же время и подтолкнул для записи, например, этого видеоролика. Это мои сны. Честно говоря, они меня немножко уже задолбали, и я их немножко даже боюсь, потому что, когда я был постоянно наваленным, а если еще и, например, пивчика было сверху шлифануть, то снов вообще не видишь. Таким образом, я не видел сны годами. Сейчас же я вижу сны каждую божью ночь практически, и в большинстве этих снов я сталкиваюсь с ситуацией, где либо у меня есть наркотик, кто-то мне дал его, и у меня он в кармане, либо я опять иду в хедшоп и покупаю его там, либо я уже покурил, и тут у меня возникает мысль в голове, что как же так, что же так случилось-то? Я же уже бросил, я же уже две недели там не курил. Что, мне придется сейчас опять все это преодолевать, опять придется как-то договариваться с собой, чтобы отказаться от этого. И, конечно, я просыпаюсь с таким очень неприятным осадком. С одной стороны, я рад, что я не покурил, что я до сих пор трезв. С другой стороны, я как будто бы чувствую физические последствия того, что я покурил во сне. У меня закладывает нос, я чувствую себя разбитым, и это отнимает у меня довольно большое количество сил. Буду честен. И это лишь означает, что мое подсознание опять ставит передо мной вопрос. То есть, этот вопрос, видимо, до конца не решен, а может быть, должно пройти больше времени, чтобы я совсем, как бы, чтобы это совсем вышло из моей жизни, и больше я уже к этому вопросу не возвращался. Я знаю, так происходит с курящими людьми, которые бросили курить просто сигареты, например, и им снится, что они курят, и это, конечно, такое ощущение какого-то ужаса. Это как, я не знаю, попасть обратно в школу, в какой-нибудь там, не знаю, второй-третий класс, но такие сны меня бы не испугали, мне кажется. Я подумал, что, как здорово, как здорово снова быть ребенком. А когда ты возвращаешься на пути своей зависимости, которая причиняла очень много боли, ты терял самоуважение, ты терял свою продуктивность, ты просто был овощем на протяжении многих лет, пытаясь себя заставить совершить минимальные действия. Я не хочу себя убивать именно таким образом. Не хочу убивать в себе эти светлые глаза, этот ясный взгляд, эту осмысленность. И не хочу убивать свою креативность, не хочу убивать свою продуктивность. Я хочу вставать рано, я хочу чувствовать прилив сил, я хочу радоваться солнцу. И это моя декларация самому себе. Я действительно, мне действительно очень нравится жить такой жизнью. Я вижу результаты, уже спустя короткое время я действительно вижу разницу. Но в то же время мои сны до сих пор ставят передо мной этот вопрос. Возможно, должно пройти действительно больше времени, чтобы я мог исключить это из своей жизни полностью, как и из сознания, так и из подсознания. Поживем, увидим.